Всем доброго времени суток! Меня зовут Иван, а меня Виктор, и вы смотрите научно-новостное шоу «Чуть-чуть о науке». Сегодня мы расскажем о том, как измерить энтропию, куда потратить 25 миллионов евро, а также узнаем об открытии новой частицы пентакварка. Поехали! Энтропия Группа российских ученых из физического института имени Лебедева представили миру качественно новый способ измерения энтропии двумерных объектов. А для тех, кто не знаком с понятием энтропия, мы сейчас поясним это простыми словами. Энтропия показывает, сколько состояний может быть реализовано в системе при данных условиях. Например, рассмотрим парковочное место. Машину туда можно поставить несколькими способами. Каждый такой способ – это состояние системы. Чем больше возможных состояний, тем выше энтропия. Так, у мужчин всего два варианта постановки машины в парковочное место – передом и задом. И, соответственно, энтропия маленькая. А вот у женщин вариантов гораздо-гораздо больше. И таким образом энтропия намного больше, чем у мужчин. Вроде с энтропией более-менее понятно. Теперь давайте подумаем, как же ее можно измерить. В природе энтропия зависит от температуры. Чем выше температура, тем больше энтропия. Ну, это как фантазия на парковке. Поэтому для измерения энтропии определяют количество тепла, которое необходимо для нагрева вещества на 1 градус. Но этим способом мы лишь измеряем изменение энтропии, а не ее полное значение. Более того, тепло, необходимое для нагрева маленьких объектов, тоже очень мало. И его очень тяжело измерить. Решить все эти проблемы как раз и позволяет новый способ, предложенный нашими учеными. Суть его очень проста. Наш исследуемый объект мы делаем одной из обкладок конденсатора и помещаем все это в термостат с температурой до 25 кельвинов. Далее в термостате начинают изменять температуру на 1,2 градуса. В результате этого конденсатор начинает перезаряжаться. Ученые измеряют ток перезарядки, который в конечном итоге пропорционален энтропии системы. Так как в системе измеряется ток, а не теплоемкость, то удалось повысить точность в тысячу раз по сравнению со стандартными методиками. А за свои старания ученые получают всенародную любовь, славу и, конечно же, женщин. Друзья, что бы вы сделали, будь у вас 25 миллионов евро. Свои варианты пишите в комментариях. К сведению, на эти деньги можно закатать в асфальт все дороги в России. Но в Германии проблем с дорогами нет, а 25 миллионов есть. Поэтому их решили потратить на строительство комплекса по слежению за космическим мусором. Серьезно, им уже мало следить за гражданами, так они решили следить еще и за мусором. Как утверждают специалисты, сейчас на орбите находится более 20 тысяч частей космического мусора. Размерами более 10 сантиметров, которые мчатся на скорости 25 тысяч километров в час. Этот мусор представляет собой угрозу для космических станций, спутников и взлетающих с Земли космических кораблей. Поэтому ученые будут следить за космическим мусором, чтобы своевременно избежать столкновений. Такие дела. Блин, я тоже хочу 25 миллионов. Че там, деньги пришли? Нет, это опять мегафон. Теперь вновь новость с Большого Адронного Коллайдера. А если вы ничего не понимаете в кварках, бозонах и тому подобное, то не расстраивайтесь, вам сюда. Итак, ученым из ЦЕРН удалось открыть абсолютно новую частицу – пентакварк. В современной физике известно, что протон и нейтрон состоят из трех кварков, а мизон – из кварка и антикварка. Поэтому нет никаких запретов на существование тяжелых частиц, состоящих из другого количества кварков и антикварков. Более того, теория утверждает, что такие частицы должны существовать, но до сих пор в экспериментах они не наблюдались. Попыток получить пентакварк за 30 лет было около десятка, но еще ни разу не удалось подтвердить это независимо. Доходило даже до того, что пентакварки были открыты на соседних детекторах, но они не смогли воспроизвести данные друг друга. Ученым из ЦЕРНа пришлось потратить около полугода для того, чтобы удостовериться в открытии пентакварка. Не хотелось ведь им быть одиннадцатими неудачниками. Большой массив данных позволил физикам с хорошей точностью утверждать об открытии новой частицы. Теперь ученые ждут подтверждения своих экспериментов на других ускорителях. Данное открытие подтверждает правильность принятой на сегодняшний день теории об элементарных частицах. И, возможно, уже в скором времени мы увидим открытие новых составных частиц. А пока можно лишь запастись чипсами и ждать. Если оценивать эту новость по обычной школьной пятибалльной шкале, то мы ставим журнал 5. Карандашом. Нужно же еще и подтвердить открытие. На этом у нас все новости. Помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. А молекулы одного и того же вещества имеют одинаковое строение, независимо от способа их получения. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Репост во имя российской науки.